да всем привет это у нас разговор про разработку парабазм обеспечения подлинных вот у нас сегодня очередная встреча относительно которой я хочу пожаловаться всем здесь присутствующим потому что во-первых со мной сыграли злую шутку ну как я сам собой сыграл злую шутку объявив голосование на предмет того нужна ли эта лекция сейчас или нам будет достаточно лекции который будет послезавтра которая будет посвящена регулярно выражение в питон вот и в результате получилось так что половина аудитории нашего нашего треда посвященного лекциям по linux высказалась за то что надо делать две лекции а половина за то что одну вот я поразмышлял и решил что если люди хотят видят вот в нашей сегодняшней лекции смысл надо именно ее все-таки сделать и будут лекции 2 вот я рассчитывал что поскольку там 20-30 человек высказал за то что лекция должна быть я этих людей вижу на лекции но я на лекции вижу двух студентов сейчас а персонала который занимается лекциями больше чем студентов в аудитории вот таким образом видимо все таки кого-то я потерял вас и это разумно что я потерял половину аудитории потому что половину аудитории высказалась против вот такие странные дела вот но тем не менее не помешает нам на самом деле совершенно не помешает ничем заниматься я надеюсь потому что во первых мы с вами видимся тут же вот еще и дистанционно вот заодно очень хочу чет пока никого нету хотя вот тут люди смотрят очень хочу чтобы чатик у нас был живой а вот а во вторых это лекция которые сейчас буду читать она чуть-чуть отличается от предыдущей так что будет о чем мне самому пользу в этом кажется тоже есть вот значит что такое регулярное выражение регулярное выражение это такой язык описание некоторых текстовых шаблонов относительно которых происходит сопоставление текста и проверка соответствует ли предъявленный текст данному шаблону именуемую регулярное выражение вот если такой текст соответствует то можно сделать одно то это называется мы нашли вхождение соответствующего регулярного выражения в тексте а если нет значит нет вот вот такое поставление шаблона на самом деле на регулярных выражениях не свет клином не сошелся и в действительности бывает и всякие другие инструменты один из которых мы упомянем потому что имеет отношение к линукс 20 но упомянем очень сквозь потому что он очень бит вот общий принцип принцип таких инструментов сформировался еще когда-то давно на заре значит туманной юности всего этого движения компьютерного общий принцип такой что мы вообще-то считаем что входной текст состоит из строк эти строки мыслимого размера они не супер длин это означает что та задача поисковая которую будем делать по строке она тоже не супер длинные мы имеем возможность для небольшого объема текста ну несколько сотен максимум символов решать довольно тяжелые задачи не скажу чтобы с экспоненциальной сложностью но например любое любая экспоненциальная сложность на коротком отрезке превращается в псевдополиминальную вот это во первых наш последний строк во вторых сам шаблон это тоже строка но в нем есть некоторые символы которые интерпретируются как специальные значит то бишь как некоторые описание того какого рода какого какой структуры текст мы ищем в строке они только какие конкретно символы в ней должны присутствовать в третьих есть два термина с очень и матчинг которые так или иначе встречаются встречаются в литературе как правило они отличаются тем что матчинг означает что мы должны папа матчить то есть определить всю строку целиком а серчинг означает что мы должны определить наличие под строки в строке но иногда они в этом путаются вот имейте в виду да ждите внимательно что имеется ввиду когда мы говорим про регулярные выражения вот а дальше да дальше мы определяем есть ли соответствующая строка шаблоне или нет под строка или нету наоборот если соответствующий шаблону под строков в предъявленном тексте предъявленной строки или нету и в зависимости от в зависимости от этого принимаем различные решения производим различные действия например мы можем проверить там что вы мне файлы присутствует расширение и на этом основании проделать с этим файлом что-то а если она там не присутствует то не делать вот из языков подстановки шаблонов можно вспомнить язык глоб и тут же по него забыть который очень простой буквально вот он описывается вот 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 все вот здесь вот страниц одной страницей и состоит он в том что спецсимволами являются четыре символы языке шаблонов это вопросительный знак звездочкой квадратная скобка вопросительный знак означает один ровно один символ звездочка означает любое количество любых символ один любой любое количество любых символов том числе 0 а квадратная скобка описывает диапазон и означает ровно один символ из этого диапазона все такие шаблоны такие подстановки вообще говоря совсем не универсальные они очень бедные описывают языки формальные вот но например при работе с именами файлов у которых есть имя расширение там какой-нибудь префикс суффикс путь вот эта штука заходит очень хорошо большинство задач по подстановке соответствующих по проверке соответствующих имен файлов с помощью шаблонов языка глоб ну в представлении глоб он вполне решает вот но конечно же этот язык очень слабый он ну совсем слабый популярным языком и чуть ли не единственным таким хорошо распознаваемым языком шаблонов делается же регулярных выражений вот по нему есть классическая книга она называется мастеринг регул экспрессион или море или олбук вот по моему все все три издания на русском вышли да вот все три издания на русском вышли да вот в общем правда все таки это 2006 год возможно что с тех пор что такое произошло но вряд ли как это регулярные выражения с тех пор не изменились верьте мне вот ну вот и мы с вами просто посмотрим как устроено регулярное выражение для этого мы будем пользоваться инструментом классическим который называется греб я не помню говорил ли на этих лекциях почему греб называется греб не говорил говорил ладно значит все все знают зачем почему греб называется греб выглядит это примерно так почему именно греб потому что последние несколько лет греб научился раскрашивать те части которые соответствуют регулярному выражению вот можем написать вот так вот не так вот так вот вот и мы увидим что во первых из всех строк прямо как было сказано начале лекции всех строк была выбрана только то в которой содержится вот такая под строка это между прочим регулярное выражение просто примитивное она не содержит спецсимонов а во вторых греб умеет раскрашивать найденный кусочек найденную подстановку регулярного выражения в иной цвет к сожалению не умеет раскрашивать в 2 это некоторая проблема но это уже не так важно ну вот соответственно здесь еще раз рассказано почему почему греб это греб потому что команда текстового редактора сет так устроена гс наш регулярное выражение слышь при да с точки зрения теории вот этот язык который греб нас давайте ради интереса давайте ради интереса посмотрим вот так вот вот да хорошо видно как это работает в каждой строчке который мы видим найдено регулярное выражение интересно что будет если я сделаю наоборот вот так а а вот да в некоторых строчке их найдено 2 это 10 и 15 мы сейчас посмотрим что это такое вот и собственно вот нам греб показал только те строчки в которых а он регулярное выражение нашел бы он их раскрасить обычно раньше этот не многие годы значит а 50 лет до этого этого не делала потом научился вот с точки зрения теории и это часть классификации формальных языков по хомскому вот собственно самая строгая третье регулярная главная фишка именно этого типа регулярных языков и типов формальных языков по хомскому состоит в том что для того для той спецификации которая которая дается очень простая очень простой алгоритм разбора это пожалуй единственный из формальных языков для которого алгоритм разбора может быть формализован вот до некоторые некоторого шаблона и описан вот правда надо сказать что читайте мария там это описано хорошо а у нас времени на этого особо нету разбор принять сопоставление особенно сложного регулярного выражения с строкой ну собственно любого может быть организована двумя различными способами первый способ он такой естественный мы в нем будем рассуждать когда будем смотреть на примеры он с бак трекингом когда мы прикладываем делаем гипотезу относительно того в нашем регулярном выражении какая строка какая под строка какому кусочку регулярного выражения соответствует а если наши гипотезы неверно возвращаемся от отменяем гипотезу которая одну из атомарных гипотез которая оказалась неверно меняемые на какой-то другой вариант например сокращаем длину под подставлены под строки и возвращаемся снова к разбору вот такой такой разбор превращается в недетерминированный конечный автомат недетерминированный потому что мы не знаем мы перебираем последовательно выбор у нас из одной и той же клетки конечного автомата почему-то растет сразу несколько различных путей вот и соответственно мы делаем бэк трекинг но есть другой способ основанный на памяти это такой дата-дривинг вариант когда мы наоборот мы берем значит некую строку и пытаемся подставить в как можно больше регулярной выражения наоборот нет ни наоборот да мы берем некоторую строк и пытаемся его подставить как можно более длинное регулярное выражение и если мы дошли до конца то такой вариант срабатывает но для этого нам нужно хранить все вот эти промежуточные строки и поэтому вот такой алгоритм занимает больше памяти хотя работает гораздо быстрее вот кажется алгоритм с конечным с определенным детермируем конечным автоматом и не работает в случае если у нас есть бэк трекинг и бэк референсы если у нас некоторые части регулярного выражения ссылаются на себя и работает только нф а вот ну прежде чем начать заняться примерами сразу скажу что основной пафос того что мы сейчас будем делать и того что будете делать дома к сожалению не хорошо не окончательно заметный состоит в том что регулярные выражения устроены так что вот шаблон который мы описываем не зависит от контекста внутри которого этот шаблон используется и это значит какой-то большой структурированный текст с различными значениями кишок его с различной семантикой внутри него мы не сможем описать регулярным выражением нельзя решать большую задачу регулярного выражения вы сначала ограничить контекстом а потом уже внутри него значит регулярное выражение применяете это принцип который если вы нарушаете вы напишите бесконечно большое регулярное выражение у фридла к сожалению это не этого нету в последней версии а версии один точно было версии 2 не знаю короче говоря у фридла есть регулярное выражение которое парсит стандартный email адрес по соответствующему стандарту там я забыл его номер и по соответствующему рфц это регулярное выражение которое парсит стандартный email адрес занимает 16 страниц книги правда с комментарии но 16 страниц ну вот значит не пытаетесь не пытаетесь выйти за пределы контекста иначе у вас будет так ну вот теперь коротко коротко потому что мы будем еще раз про это разговаривать в следующем следующем через два дня на питончике про определение регулярного выражения во первых любой не специальный символ это атомарное регулярное выражение буква е это буква это буква е во-вторых . это любой один символ . то любой один символ то есть вообще если вашей вашей строке есть хотя аббат jungle он будет матчиться это так у будет матчиться вот вообще любая какой там символ на важное матч и 2 . . диапазон диапазон это любой 1 с диапазона диапазон может быть указан просто перечислением вот любой любой из этих символов в одиночку матчится регулярного этим регулярно выражение 20 или виде перечисления при этом считается что ваши буквы упорядочены каким-то образом вот вашей операционной системе вот помним замечание из прошлого кажется раза что за это зависит еще от локали большие маленькие буквы могут внезапно влезть в этот диапазон имейте это в виду и так далее вот это и другое оба способа задания можно совмещать да например вот такая штука означает любой шестеричное число вот видите тут я вот здесь вот использовал диапазона вот здесь вот не использовал диапазона хотя мог вот и вот такая штука тоже означает и вот такая штука тоже означает или отрицание диапазона значит мы указываем диапазон а на самом деле один символ атомарным выражением регулярным также считается сгруппированное регулярное выражение в котором использую скобочки по в обычном синтаксе это бэкслэш круглоскобка вот и при таких скобочках можно ставить повторить так нам пора переключаться уже мне кажется например вот потому что пока все было супер понятно сейчас начнется значит вот повторитель звездочка означает повторение один или много раз 0 или 0 или больше раз предыдущего атомарного регулярного выражения в качестве сопоставления не так греб без звездочка в углу вы любите с с с вы любите с вы давайте только не так сделаем с звездочка будет час а даже не так вот что сделал неправильно а вот так и вот значит тут надо понимать что в действительности вот эта звездочка в том числе соответствует нулю повторов символов то есть в конце этой строчки тоже стоит и звездочка смотрите вот если напишут не я звездочка w звездочка разметки не будет а греб сработает то есть несмотря на то что в этой строке нету нету символа w в ней в этой строке есть ему w под повторенный 0 раз поэтому греб срабатывает имейте это в виду да а в остальном вот пожалуйста вот эти две буквы с соответствует вот этому вот этому могу высоту вот этому регулярного ража вот ну и вообще этот повторитель приклеенный к любому из к любому из атомарных регулярных выражений его повторяет ну например вот так вот вот он обратите внимание вот когда мы указываем диапазон это никогда не сначала выбирается символом повторяется несколько раз а наоборот это означает что мы смотрим находим под строку которая является любым из этих символов до который состоит из любого из этих силов причем произвольный что важнее возвращаемся к скобочкам если мы написали вот такое регулярное выражение то вот это уже будет означать что строка которые строго матчатся вот этим регулярным выражением можно повторено много раз то есть вот на такую штуку она не среагирует ничего там не нашла а потому что звездочка окей окей в этой строке очевидно были было найдено вхождение под строки а б повторены ноль раз вот вот в этой строке например будет а бы а в этой строке будет нам еще найдено а б а б вот при этом если я скажу а здесь вот а б б а вот это было естественно не войдет на вот в отличие от вот этого ситуации то есть ну понятно вот это вот вот эта вот штука воспринимается как атомарное регулярное выражение оно должно быть повторено более чем 0 или более таким образом кстати если применить повторитель звездочка к точке то получится понятное дело вообще любая не пустая любая строка включая пустую вообще любая строка видите вот так вот он скажет нет символов вашей строке нету а вот так он скажет есть никакой силу по любой символ повторен 0 а вот дальше составное регулярное выражение это просто последность атомарных регулярных выражений и подставляются они по очереди сначала самые левые потом следующее потом следующие потом следующее вот главное чтобы полученная под строкам было могла быть разделена на отдельные мелкие подстройки каждый из которых соответствуют атомарный countryside run выражение вот например в этом примере у нас три этом органы характерных выражения б о его ну и соответственно вот она представляется и вас здесь вот написано r произвольная буква произвольная букву произвольная буква е да давайте здесь что-нибудь напишем похожие dc вот это место а произвольная буква произвольно буква c это 3 4 регулярных выражений атомарных сгруппированных в одно смысле сгруппированных составленных в одну ну и так далее да вот это неотрицательное целое число которое начинается на 0 и 9 и дальше еще будет 0 и 9 чего-то там да значит вот это индивиду идентификатор который начинается на az az подчеркивание а дальше может быть az az 0 9 и подчеркивание кстати где где кстати подчеркивание вот а вот тема про то что группировка превращает составное выражение в атомарное чуть более сложное смотрите вот если мы напишем вот так вот что-то типа группу поставим здесь напишем az здесь напишем а большое z большое вот тут тут кажется он ничего не найдет а для того чтобы что-то найти ему надо написать там до 3 да вот так тоже ничего не найдет а вот если там будет одна буква первая буква маленькая вторая большая и вот тогда он ее найдет а если еще мы напишем звездочку вот вот видите значит идея стоит в том что последовательность маленькая букву большая букву повторен 0 или более раз вот вот она эта последовательность вот да как обычно поскольку у нас модификатор звездочка пусть даже если этой последовательности нету все равно греб сработает скажет в этой строке есть последовательность маленькая букву большая букву построенный 0 раз осталось совсем чуть-чуть есть также операторы позиционирования которые собственно имеют отношение к понятию search и matching versus searching мы можем сказать что наше наше регулярное выражение находится в которой мы не смотрели строки так работать не будет вот будет а будет потому что на а начинается да а вот так работать уже не будет потому что на не начинается и соответственно заканчивается только теперь надо вот так написать потому что доллар так работать не будет потому что строка не заканчивается на а а вот так будет позиционирование в всяких синтезах расширения регулярных выражений есть еще операции позиционирования например на границу слова которая понимается как буква не буква или как пробельный символ, непробельный символ, или на границу с числом, который воспринимается как цифра, ну и так далее. Принципы группирования составного регулярного выражения. Самый левый, самый длинный. Это не очень важно в ситуации, когда у нас есть много разных толкований, как именно мы подставили вот это регулярное выражение. Вот в эту строку. Но это начинает быть важным, когда мы пытаемся разобрать, о каком уже из атомарных или внутренних регулярных выражений какая подстрока соответствует. То есть мы это увидим, когда будем заниматься поиском замены. А пока давайте просто запомним правило. Общее правило такое. Вот бесконечное или там конечное множество всех возможных сопоставлений нашего регулярного выражения. Понятно, если мы написали вот так вот. Вот смотрите. Мы написали что-нибудь такое. А звездочка А. Вот вопрос. Что я сделал не по А, там кавычка закрывалась. Вопрос. Вот что из этих трех А соответствует А звездочке, а что из этих трех А соответствует второму А. Вот из этих двух атомарных регулярных выражений, какой чему соответствует. Правило самый левый, самый длинный говорит нам о том, что из всех сопоставлений выбирается такое, в котором левое атомарное регулярное выражение находится ближе всего к началу. Значит, вот это А. А из этих всех, у которых самое левое сопоставление выбрано, ну да, из этих всех выбираются те, у которых это самое левое сопоставление, самое длинное. Здесь мы видим вывод какой, что вот эта А звездочка и будет вот эти три буквы А, две буквы А, а вот эта А одиночная будет вот эта буква А. Почему? Потому что три буквы А мы сделать не можем, тогда у нас вот этот кусочек регулярного выражения ничему не будет соответствовать. А две буквы А можем сделать, потому что тогда вот этот кусочек буквы А будет соответствовать всему. А вот в таком регулярном выражении, а вот в таком регулярном выражении будет уже все три буква соответствовать вот этому а вот это будет нулю соответствует вот мы это еще увидим когда будем говорить про поэкзаменой вот из этого же кстати сказать следует и алгоритм бэк трекинга то алгоритм бэк трекинга работает буквально следующим образом вот если мы ищем вот так мы ищем сначала где бы у нас нашлось а звездочка и это звездочка мы нашли в виде а тогда мы смотрим нельзя еще а применить к этому что осталось нет нельзя что это значит значит мы были слишком жадными мы слишком много повторили а и давайте возьмем две буквы и посмотрим нельзя ли применить следующие регулярные выражения к оставшемуся хвосту оказывается можно все наше решение готово до алгоритм с бэк трекинга мага с обратными ссылками с бактериками с с возвратом он же не детерминированный конечный автомат принял решение а в этом варианте мы говорим а звездочка это три буква до следующая звездочка а есть следующая звездочка допуская строка вот вот после этой буква так что все нормально и вот эти два варианта они раз мы это еще вот прежде чем идти дальше давайте я скажу про то что главная проблема она очень хорошо описана у фридла потому что у фридл знает много всяких интересных инструментов из прошлого тысячелетия самописными регулярных выражений главная проблема что синтаксис регулярных выражений в различных реализациях различаются а кстати это неправильный пример это неправильный пример простите я сегодня спешно готовился к лекции и переставил вот этот кусок теперь понимаю что он не такой давайте мы давайте сюда добавим вот так давайте посмотрим что получилось извините я тут правлю 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 по ходу потому что я заметил неправильный пример сейчас секунду посмотрим что мы увидели я сказал сохранить я сказал сохранить но и отлично вот значит варианты сектор синтаксиса в различных языках программирования различных движках могут различаться интерпретирование бэксл и шеи иногда они лишние сворачиваются могут различаться то как определяются к фигурные круглые скобки вот могут различаться еще какие-то могут присутствовать всякие повторители интересные все это может быть в перемешку вот в частности есть стандартный стандартное расширение регулярных выражений называется extended регекс которым я кстати всех призываю пользоваться если не пользуетесь еще более крутым движком потому что он просто удобнее extended регекс который отличается от того что мы с вами говорили следующим круглые скобки это сразу спец символы группировки вот и фигурные скобки кстати тоже это спец символы группировки а круглые скобки и фигурные скобки это скобки при этом спец символы группировки еще одна вещь как так я же думал что я хорошо подготовился пока я тут пишу расскажу чем это все зачем все это нужно значит расширение регулярных выражений не выводит нас за рамки синтаксического класса регулярных выражений вот это просто некоторые удобства для нас как для как для программистов в плане написать покороче например мы уже с вами писали вот такое регулярное выражение где-то она тут было ну неважно вот такое а а звездочка это регулярное выражение означает что ум она будет мочить не все строки а только те строки в которых действительно есть а то есть а и еще любое количество силов после него то есть повторение не один и не 0 и более 1 1 и более 1 это настолько настолько популярный предмет поиска буква или там регулярное выражение повторены один и более раз а звездочка настолько опасный повторитель потому что вы можете встретить вот такой вот такой регулярное выражение вообще в любой строке вот что было введено специально в экстенды крикинг спик в глебе это ключик минус е вот такой конкретный синтаксис который делает ровно то же самое что а звездочка это повторение один и более ну и для удобства повторение 0 или 1 раз тоже довольно часто предмет поиска но очень сложно реализуемый с помощью обычного регулярного выражения выглядит вот так значит а ну и так тоже работает а вот так тоже работает понятное дело но тут два разных два разных она об этом мы тоже поговорим вот значит вы бы бы куда куда я где 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 варианты синтеза что еще интересного существует в расширенных регулярных выражениях кроме вот этого ну числовой повторитель скажем от двух до трех тут написать один и тут два так работает так не работает так работает так не работает вот эти какая красота ну кстати с вопросительным знаком такая же штука я глупость придумал написать вот так вот один один два так не работает так не работает так работает и так тоже работа вот вот пример вот было это я сказал я сказал это я сказал значит группировка делать с обычными скобочками с группировками еще будем иметь дело и еще одна полезная штука которая в без расширенных регулярных выражений решается просто по последовательным несколькими применениями это альтернатива вы можете взять и написать что-то типа а давайте поищем значит в нашем нашем нашей строчке либо кве либо кве либо рти тут не нашли а тут нашли и тут тоже нашли давать все просто да значит либо то либо другое вот при этом понятное дело что в общем здесь не равно бы ци должно быть равно я что-то я не понял а или cd плюс да вообще должно быть да неправильный пример а какой хотел привести правильный пример а никакой если хотя бы а или c есть но она заработает убираем вас значит дополнительное замечание к это к этому разделу состоит в том что правила на квотирование вот бэкслэш слэш и все остальное к сожалению еще в разных языках программирования разные вот это ужасная вещь вот почему бэкслэш а это что-то бэкслэш игрек это бэкслэш игре потому что команда эхо точнее синтаксис шелла нет команды эхо считает что бэкслэш а это какой-то управляющий символ а это не считают это ужас какой-то а почему да потому что эхо в вашем шелли скорее всего не команда бен эхо а встроены шел белки и вот у них у них разный синтаксис относительно кубок слышали причем ну категорически разные смотрите почему их становится в два раза меньше должен быть слышь быкслэш означает бэкслэш но самый плохой вот это а почему этих стала три раза меньше а я не знаю надо думать следите за бэкслэшами это это адский ад 20 не имеет отношения к регулярным выражением прямого но имеет отношение к тому что вы можете их испортить в вашем языке программирования значит вот мы добрались до поиска с заменой это довольно простая штука давать мы говорим точнее не так сначала группировка мы можем сказать поищи мне пожалуйста греб что поищи допустим букву ч после которой следует какая-то другая буква после которой следует любая буква после которой следует та же самая буква которую мы только что нашли вот вот такая штука называется бэк референс или обратная ссылка или сама цитата и она говорит пожалуйста первый кармашек в которой бы ты мы отметили отметили кругу этими самыми скобочками вот он тут должно стоять то же самое это буква т четы и поэты вот он нашел такую такую волшебную фигню вот это и есть бэк референс или сама цитата и как вы понимаете ссылку бэкслэш что-то обращаю ваше внимание на один неприятный момент который стоит в том что у классических движков этого самого регулярного выражения вот это является бэк референсом а это уже нет то есть карману всего 10 точнее даже 9 наш бэкслэш 0 это вся строка целиком вернее вся под строка замачивая целиком вот то есть вот это первый кармашек и это тоже первый кармашек вот такая вот фигня что мы нашли 10 11 12 а также 20 21 22 больше 9 в таких движках не бывает запомненных регулярных вот этот же инструмент используется для поиска с за поиска заменой вот мы не будем изучать редактор сет потому что наша вообще задача все еще про программирование поговорить она даваться значит проще ну просто посмотреть да значит все тот же set set search 1 на скажем решеточка в каждой строчке мы заменили первую попавшуюся единичку на решетку с ключом g в каждой строчке мы заменили все единички на решетку 1 . звездочка 2 в каждой строчке мы заменили всю последовательность 1 1 . звездочка 2 на решетку ну и наконец отметим это дело в каждой строчке мы заменили всю последовательность 1 . звездочка до двойки на решетку и дальше это же самое последовательность вот видите перед единичкой теперь стоит решетка давайте мы только сделаем вот так вот 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 она эта последовательность вот почему здесь именно 10 1 короче именно вот так сделано потому что самый левый самый длинный вот это регулярное выражение было взято максимальной длины чтобы там дальше могла быть все еще двойка вот это максимальная длина вот до сюда вот такие дела вот до это до этой самой двойки а это двое кстати выпало поэтому получилось 2 а не 20 вот правил нумерации и на этом мы заканчиваем с этим делом правил нумерации вот этих скобочек следующий если допустим давайте я скопи пащу чтобы не это самое это мы сделали это мы сделали давайте вот там у нас дейт да давайте мы сделаем так сед минус е расширенное регулярное выражение дальше чем мы делаем search search ну скажем запоминаем хорошо не буду расширенные делать а буду не буду расширенные делать чтобы вас не путать лишний раз search 0.9 точка звездочка 0.9 ну и дальше так 1 равно 1 2 равно 2 неизвестный модификацию а два раза это написал вот я вот это слышишь не вот чё а как здесь забыл спешки забыл поставить вот смотрите что получилось мы замачивали вот это регулярное выражение она равно вот этой единички дальше . звездочка максимальной длины потому что самая левая самая длинная дальше вот это если нам вздумается ну допустим взять вот это все еще в скобы и в скобочке все вместе то внезапно первым регулярным выражением будет вот это все целиком вторым будет вот это а вот это будет третье давайте папа пока покажу на 3 равняется бакс наш вот видите первое регулярное выражение это то что отмечается первый пары скобочек который встретилась на нашем пути точнее открылась вот первая кровающая скобочка первое регулярное выражение 2 кровающая скобочка 2 3 3 вот собственно и все на все меньше и меньше времени на си но кажется успеваем все еще жадный алгоритм а давайте мы не будем разбирать еще раз жадный алгоритм посмотрите в этой самой посмотрите в соответствующей литературе давайте я просто покажу какой примерчик вот например вот этот давайте посмотрим этот примерчик значит сет дальше search дальше 1 2 3 на что меняем 1 2 3 чтобы было понятно что куда замачивалась да вот и смотрим как он обработает строчку abcd и в жаж чё слышь замок вот вот давайте смотреть как работает самый левый самый длинный вот у нас а.д. матчинг а.д. матчинг работает так что в этой строке он должен замочить прям вот это все вот вот она замачивала bcd следующий матчинг будет цдф сейчас тут не видно почему он самый левый самый длинный потому что cdf замочит еф а жажко замочить ежаж над как-то модифицировать чтобы он с откатом был так а b c d а тут звездочка поэтому ничего не уснуть не сможем сделать а можно сделать вот так а здесь звездочки не будет о смотрите вот здесь уже видно как работает самый левый самый длинный мы сначала замочили все выражение abcdf но потом мы не сме не смогли применить оставшиеся выражение cf и и dh к хвостику тогда мы сдали немножко назад замочили abcd и она применилась вот сюда дальше cf один символ cf без звездочки мы замочили вот сюда и дальше dh мы замочили вот сюда вот она так и есть значит и вот этот бэктрекинг происходит в ту сторону да если мы внезапно где-то поставили звездочку имейте в виду что может быть так случится что это звездочка соответствует пустому регулярному же как можно все наконец-то мы приходим к си значит мы приходим к си для начала давайте напишем простейшую программу который просто просто вводит и выводит ее потом будем модифицировать вот тут у меня есть уже весь все шпаргалки но мы все равно будем делать их заново простейшая программа который будет работать как кат да она просто будет вводить и выводить ну чё мы должны написать ну вайл давайте здесь сделаем чар звездочка стр да стр равняется где-то нет где-то сейчас скажу с помощью чего я собираюсь писать гитлайн гитлайн это такая штука которая кажется сама заводят если ей указать пустой пустой пен да так значит имперсент стра пусту а да все int нет соисты со из ты звездочка про так вот равняется нулю да а нет все 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 соисты нам это надо будет обновлять каждый раз поэтому делаем не так мы делаем вот так for и она равняется нулю пока я сравняется дед чем возвращает номер чарльтер зрит или минус единицу до или мисс единицу окей сайз гитлайн от чего амперсент стын персент н и что ты не равно минус единицы и н равно нулю в чем путь с какой-нибудь путь футы господи конечно туплю вот так будет совершенно нормально мне кажется так единственное что в этом по этой программе лишние переводы строки потому что путь зараза такая он же это самое по моему вот так это делается да вот прекрасно работает это вот программа который просто вводит и вывозит вот ничего не делает прям вот как 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 есть такая простейшая программа на наук просто тупой аналог ката знаете что это очень плохой код смотрите читаем документацию никаких ошибок ничего но код это очень плохой вот ну и отстанет меня хочет она скобочки скобочки я поставлю вот это очень плохой код потому что на самом деле если почитать документацию по гитлайну с этими параметры то нам расскажут ребята да 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 вот вот сокращение как как профессионал сразу сказал что у нас код течет значит проблема состоит в том что функции гитлайн вы аллокейт буфер for storing the line она для нас заводит буфер в памяти мы его должны удалять нам его заводят а мы его должны удалять значит вообще-то все что вы заводите вы должны удалять сами это такой первый принцип программирование носи выделил память освободи вот вот это правило но конкретно функция гитлайн зараза такая она память в его вам выделяет а освобождать ее должны вы такая вот незадача и это значит надо какой-то стады лип включить да отстань от меня противны что тебе не нравится а все она работает теперь давайте займем собственно регулярным выражением чтобы заняться регулярным выражением нужно на самом деле сделать не очень многое нужно сходить и 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 почитать 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 документация по функции рекомпрега где значит регулярного жениться с компилировать а потом применить к строке ну давайте так и сделаем значит скомпилируем ее значит что там нам нужно для этого это моя шпаргалка вот значит что тебе не нравится а а секунду какой файл вот это я дома редактировал не вышел из редактора вот что нам нужно сделать нам нужно определить собственно регулярное выражение которое мы будем собираться грепать это рекомп регексты да вот и кажется пока все окей значит и и да сначала скомпилируем регулярное выражение возьмем его с rgv конечно рег комп амперсент регекс rgv первое ноль просто параметр строки командной строки первой туда засунем это же си надо все включать вот а ну да if чего regexec да regexec мы просто это regex буфер 00 так if regexec reg буфер сктор по моему так значит что это означает мы сейчас применим вот это регулярное выражение скомпилированное regex как что так да к содержимому нашей строки но не будем запоминать никаких шапкарманов ничего никаких подстрок просто проверим применяется оно или нет поэтому все остальные параметры у нас нули вот здесь вот на самом деле должна быть ссылка где будет храниться специальная структура что же мы там нашли если нас не интересует что мы что же мы там нашли мы говорим нулево ноль карманов ноль всего ноль буферов поехали вот ну и вот 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 так вот тогда и сделаем так что тебе еще не нравится какая-то скобочка не скобочка теперь все хорошо пробуем пробуем ну пробуем смотрите давайте поищем что ли календарь греб ну что допустим 18 работает ой это не тот греб а все наоборот я забыл почитать man по функции regexec а она я думаю возвращает ноль при успешном выполнении и код ошибки при неуспешном это довольно частая ситуация довольно частая ситуация когда функция возвращает разные коды ошибки и нулевой код ошибки это матчинг return value return zero ну короче здесь надо написать не равно нулю равно нулю да да вас вас о it works более того я уверен что это регулярное выражение здесь найдена вот такая конструкция здесь найдено вот такая конструкция вот очень хорошо осталось только модифицировать этот код так во-первых это очень плохой код он по трем причинам причин первые знать что будет если я запущу вот так вот управление номер 3 в программировании нас и всегда проверяйте коды ошибок потому что дальше программа работать не будет если вы неправильно работали код ошибок да вас не предупредить об этом просто вообще ровным счетом никто у вас очень много в семантике значит что нужно проверять если реком и free комп что он возвращает у нас ну как обычно 0 0 да 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 return zero очень хорошо return минус 1 можно было бы вывести код мы вывести сообщение об ошибке но я я вот та самая тороплюсь вас так это здесь и еще надо сделать элег free это правило номер 0 но номер один кто заводит тот освобождает мы здесь вот скомпилировали кто будет эту память освобождать мы вот вот теперь мы написали правильный код мне кажется вообще-то ну вообще-то да будем считать что в путь и и для фри не будем проверять это наши вот пробуем но кстати она все равно не будет работать обратите внимание почему мы не проверили сколько у нас параметров но это ладно вот но работа она будет вас вас да и последнее что мы хотим сегодня сделать это нет давайте все таки обмажем нехорошо и в чё там арк c меньше 2 return 2 минус 2 так спасибо фу нет вот так посмотрите 24 почему надо было делать а это минус 2 действительно здесь 56 минус 2 самом деле минус 2 вот обратите внимание что код возврата у нас не нулевой вот этот return возвращает код возврата все как как полагается вот тут уже мы сидим ну вот осталось только последнее это посмотреть как они раскладываются по карманам и на этом наверное мы закончим наше упражнение на сегодня для этого мы должны выбрать задать специальный массивчик так табличку в котором будет храниться информация о том где чего мы нашли вас ну давайте в том на том же гриппе это мы будем делать да тороплюсь так там сокращенец вывал какую-то ошибку не ошибку с реалоком но у меня к сожалению нет вот это я уже не понимаю у меня не хватает ресурсов на то чтобы распарся что написал уважаемый сокращенец посмотрю имеет ли это прямое отношение к сегодняшней теме или нет после занятия так что мы хотим сделать мы хотим создать во первом мы хотим определить макс этих самых макс чего макс бэкс 10 штук нам хватит во вторых мы эти бэги значит сейчас где-нибудь разложим ну например как она там называется ригмач т ригмач т бэкс макс бэкс так вот в третьих мы что сделаем мы вот вместо этого соответственно здесь будет макс бэкс здесь будет у нас бэкс а вот этот четвертый флаг это знаете что это флаги можно указать например нашим регулярные выражения расширенные и он будет интерпретировать расширенные выражения можно указать что они например включает себя переводы строки переводы строки не являются концами предложения и он будет мачить куски вместе с природной строки и так далее читайте документацию там все написано вот сейчас у нас что сейчас у нас есть вот этот макс бэкс он имеет формат какой он имеет там там по моему структуру очень простая она сальца держит содержит чуть ли не два элемента сейчас на что это смотрю вот да она содержит два элемента где мы нашли соответствую по строку и где она закончилась все просто такие или гофты это такой интеллигер на самом деле вот соответственно чего если мы чего-то нашли давайте мы просто да 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 сокращение с говорит что наш код плохой потому что при обработке ошибок не мы не пишем ерно не пишем что именно сломалась безусловно я просто у нас просто время поджимает я не успеваю это сделать вы совершенно право дорогой сокращение здесь надо было написать сообщение об ошибке вот значит что мы будем делать мы например сделаем так for and и and и а здесь надо еще написать сайс да сейчас а и у нас где и у нас нигде лен 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 это было слово лен это просто тороплюсь теперь здесь написать лен вот это было слово опять-таки лен что это значит это значит что мы сейчас знаем сколько у нас или гиггзек у нас что возвращает зеро форкс асссу матч нет соврал а где он возвращает количество смотрим в поргалку времени а он просто проверяет что у нас в этом массиве не нулевые эти самые значения все просто окей значит что мы делаем мы никакой ли нам не нужен по моему не нужен хотя ну ладно пока пускай так будет там будет видно значит фуфу фу 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 фур int и равно нулю и меньше у вас бэкс и что там и одновременно проверяем что вот это вот до длиннее сделаем да и плюс-плюс что здесь написано здесь написано что мы смотрим разложенные нами в результате парсинга разложенный нами результате пасет парсинга строки в массивчик бэкс с учетом того что у них старт больше 0 если написано медницы значит все больше ничего не нашли так ну и чё какой принт или нет давайте давайте сделаем по-другому давайте напишем здесь что-нибудь типа такого int b равняется е равняется его просто для дышим читалось это все значит регулярное выражение матчинг старт о регулярное выражение матчинг ент о 20 и напишем printf ну скажем что у нас там будет сначала номер нашего кармашка потом начало конец это д только начало конец потом строчка а строчку эту надо указать и длину указать ли длину тогда значит так вот это пишется если мне не изменяет память во так давайте еще здесь ради прикола сделаем по слышать или что надо писать номер это и начало это бегин ент это конец длина строчки это конец минус начала и начало строчки это стр плюс бы как-то так вот я очень надеюсь что я не мнение не облажался пробуем не верю что это заработает с первого раза но мало ли что смотрите кажется это заработал с первого раза что такое 0 0 карман нулевой карман это все замоченные выражения которые мы нашли вот она вот вот она от единички до единички больше карманов нету хорошо давайте попробуем замочить еще в какой кармашек номер 1 о это все замоченное выражение это содержимое карману номер один все до 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 последней единицы до не очень понимаю откуда здесь перевод строки возник надо посмотреть где там облажался на неважно важно то что смотрите вот эти три кармана два кармана 1 2 известно где не начинаются а строка вот строка я неправильно строкой обработают так я же говорю что я неправильно что это сделал а что я сделал неправильно вроде все правильно писал там самой строчки то не выводится я вот это вот это вот не вижу а нет вижу вот жены что эту почту да а все я понял в том коде который я делал я знаете что делал еще я делал одну простую одну простую я делал вот так я это оставлял а саму стыр модифицировал сайз в удалял из нее перевод строки вот их бин не понял а вы естественно я тупенький до а и теперь и творца окончательно ну вот это выглядит довольно странно давайте что-нибудь другое попробуем попарсить и на этом закончим какой-нибудь текстовая что нибудь что нибудь лс лс слэш лс слэш бин вот только он вкус строчку будет да чего-нибудь о календарь мина календарь плохой что там одни числа что ведь про текст вор вор ну вот смотрите прям вот прям вот это самое все все как полагается у вас и даже со всякими пирожками типа вот таких если мы так вот сделаем то у нас в этот в этот name еще влезет все остальное вот пожалуйста как бы греб который ходит по этим самым ну вот значит кажется осталось только упомянуть про то что есть такая штука как реальный выход за пределы регулярных выражений который специфицирует язык не являющийся уже языком автоматных грамматик то есть более сложный и алгоритм разбора такого языка может быть внезапно стать непоправимо сложным если вы напишите что-нибудь неправильно самая страшная штука это нежадные повторители которые предполагают что сам правило самый левый самый длинный не действует самый левый действует а самый длинный нет что это означает если у вас есть несколько нежадных повторителей вам придется перебрать все возможные варианты разбиение в вашей подстроки потому что любой из них может казаться верно еще никто не знает какой из них действительно верный поскольку повторители не жар нет вот очень важная штука это предпост просмотр когда вы говорите что вот моя строка должна находиться перед вот таким-то регулярным выражением но его мы пока не парс мы пока парсим только эту строк а дальше мы там еще посмотрим вот все он всем и всем этим занимается библиотека липс р я разработана изначально для первого чуть ли не лично лари волом уж не знаю кем тут написано юниверситет кембридж возможно лари волу не помню где он учился вот она как раз намного круче чем обычное регулярное выражение вот по ней есть развесистейшая документация там порядка 40 страниц из них 20 по функциям и 20 по разным интересным утилитам в том числе например по синтаксу есть просто отдельная отдельная документация вот тут как видите все намного круче вот но домашнее задание будет на обычное регулярное выражение только это самое как его фамилия расширенное что просто так удобнее бэкслышей меньше вот домашнее задание будет просто написать аналог вот этой операции set search regress search substitution вот а если вам хочется еще поупражняться ну раскрасить их с помощью не курсисов каждый каждую подстановку свой цвет это необязательная штука и не нужно делать для обязательного варианта вот про расширенное регулярное выражение точнее про пцре образные регулярные выражения мы будем говорить послезавтра потому что в питоне они именно такие вот это доп глава по магистрскому курсу за счет нашего курса по питончику так что всех туда приглашаю это будет в четверг в 6 вечера в по 5 кажется там написано на сайте вот кто не сможет пойти в по 5 приходит подключается дистанционно я всегда готов участвовать еще раз спасибо сокращенцу на за комментарии потому что у нас видите и в аудитории нелюдно и в чатике тоже не густо вот но тем не менее вот значит следующий раз у нас уже будет продолжение инструментов разработки давайте посмотрим что это было в прошлом году я надеюсь что в этом будет то же самое 2002 год трассировкой защита памяти два больших инструмента по каждому из которых можно прочитать более чем одну лекцию это с трейс и валгрин все на этом видимо все да значит сокращение замечает что похоже что free для детлайна не обязателен потому что он умеет реалокейтить тот буфер который который использует но я чего-то это не увидел вот поэтому все давайте тогда мы с вами попрощаемся до следующего раза с некоторыми из вас до четвергав когда будет разговор про рашид регулярного про более мощный регулярное вложение в питоне и на этом до новых встреч